Книга открытым оком. Том 11. Тема «Вера». Вопрос 2416. Как выбрать название храму? Как не посмотришь, везде Никольские, Александр Невские, Рождества Богородицы, Покровские. Вы в поселке Потеряевка выбрали такое редкое в честь священномученька Анфима Никадемийского. А есть ли у зарубежных храмов редкие названия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть, каких в России у православных и не встречал. Австрия, Вена, преподобные Бригитты, Британия, епархия Бруквуд, обитель священномученька Эдуарда, обитель Мессии, Азия, Хеврон, Маврийский дуб, Рио-де-Жанейро, Святой Зенон. Мне бы хотелось, чтобы кто-то и в названии храма почтил святого Иерона. 7 ноября, день памяти Иерон. В царствовании Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, повелел записать войско всех годных к военной службе мужей и юношей. Но, кавычки открыты, Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идол-поклонниками. Страница 136. Мученик Феодор Кавычки открыты Мученик Феодор Мученик Феодор Мученик Феодор Мученик Феодор Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они как звери бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, не могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но подражая Господу своему, как незлобивые агнцы отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день во втором часу дня. И вот что известно из истории церкви. Вот как выглядит по статистике по списку приходов русской зарубежной церкви в кавычках. 1992 год. 335 храмов и часовен. Различных названий 78. Из них Никольских 42, Покровских 30, Свято-Троицких 18, Воскресенских 17, Александровских, Серафимовских, Владимировских по 11, Михайловских 6. На первые 8 наименований, составляющих 3%, приходится 153 церкви, то есть 1 третья храмов. И еще в Святцах примерно 745 мужских имен в память святых, а храмы всего лишь в честь 39 имен. Это же и в России на 20 тысяч храмов та же арифметика, гамма, спектр имен, в честь кого названы храмы, не увеличивается, а даже более скуден, то есть только в честь 5% мужских имен мучеников называются храмы. В честь отказников Иерона, Феодора. Где эти храмы? Женских имен по святцам 250, а храмы названы в честь 12 святых. То есть те же 5%, а 95% не востребованы, забыты, незнамен народом. Чтимо в России икон чудотворных 301, а известны 210, а храмы названы в честь только 7 икон. Раньше на Руси употреблялось около 2702 имен при наречении детяти 36% от всех имен по святцам. Женских употреблялось около 103 имен, то есть около 44% были в употреблении. Ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен, то есть 7%, а у женщин едва ли 45 имен в ходу. То есть 18% от общего их числа. Из известных имен архангелов 9, в скобках, Откровение 12, 7-8 стихи, 3-е Ездра, 4 глава, 1 стих, Тавита, 5 глава, 20 стих. В названии храма встречается только один архангел Михаил. В честь Гавриила очень редко, а в честь и Егудеила, и другие, где храмы? Почему и кто все так однобоко, ущербно навязывает людям? Исайя 8, 3. И приступил я к пророчице, и она зачела и родила сына, и сказал мне Господь, нареки его имя Магер-Шелал-Хаш-Бас. Книга Руфь, 1, 20. Она сказала им, не называйте меня Наименью, красивая и приятная, а называйте меня Марою, горькая, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Если вы думаете, что так было только в зарубежной церкви, то вот статистика потомской области в прошлых веках. 176 храмов, но названий только 39. В честь икон – 20. Архангел Михаила – 13. Других имен небесных сил – ни одного. Никольских – 29. Петропавловских – 11. Покровских – 9. Тройских – 16. Ильи Пророка – 10. В честь каких-то других пророков нет ни одного. Не забывай, какое тебе имя, какой ценой Христос купил тебя. Не проходи, глаза закрывши мимо, свой поясок смущенно теребя. Мы не чужие Богу одному, в одной семье искупленные дети. Труднее врагу нас вместе обмануть, поймать в свои расставленные сети. Мы забываем, что земля летит песчинкой, порошинкой во Вселенной. У элеваторов царей захряснувший мастит. Кто умирающих от глада пожалеет. Свою цену не оценить в реформах. Инфляция не уменьшает ценность. Искуплен, уневещен, бывший проклят. Теперь мне только и Егова цензор. Искуплен и омыт святейшей кровью. В страданиях, в искушениях прославлен. Со всех сторон наш ценник. И не скроем, лишь в сполухе в ночи сердечной плавки. Христианин, не гордости, то звук. Усыновлен единородным сыном. Кто не принял Христа, тот рубит сук. На нем так неспокойно чувством ныне. Христианин звучит победный гимн, преодолевшим множество препятствий. Заплачено талантами, возами Драхм и Мин. Избудний пленник перенесен вдруг в Пасху. Не забывай к ногам, текущим в рай, взять запасных подков и каблуков. Друзей и соратников не оттесни на край. Их за себя оставить будь готов. Какое счастье христианкой быть, помощницей глашатой свободы. У ног Христа сидеть, сготовив, есть и пить. Уметь мести в дому не ради Драхма-моды. 19 ноября 2004 год. Игнатий Тихонович Лапкин.